Всем привет, я Женя Воскобонникова и прямо сейчас едем на матч Дания-Франция. Вот сейчас могу рассказать вам, каким образом я и мои знакомые колясочники проходят на стадион Лужники, чтобы посмотреть матчи. Я была уже на четырех играх, одна из которых была на Спартаке, и вот сейчас снова в Лужниках. Это мой ID, вот так он выглядит. Я, правда, тут немножко похожа на розового гумплена. Что касается логистики проезда на стадион, она достаточно простая. Самое главное — соблюдать все требования FIFA, а именно иметь пропуск на автомобиль, именно на ту дату, когда ты едешь на стадион, иметь билет на тот самый матч и иметь фан-ID, который для всех одинаков. Ты проходишь несколько пропускных пунктов. Сначала это сотрудники ГИБДД, которые в принципе не придираются и, видя твой пропуск, пропускают без проблем. Потом первое КПП при въезде к стадиону, ты должен высадить своих пассажиров. Они проходят, те, кто ходят на своих двоих, они проходят рамки металлоискателей, показывают билеты там. Я проезжаю на автомобиле, и мой автомобиль обыскивают. Вот у меня, например, на некоторых матчах забирали бутылки с водой, потому что жидкость, точнее бутылки с закрытыми крышками не допускаются на стадион. Забирают абсолютно всю еду, и причем действительно шарят в бардачках, смотрят абсолютно везде. У меня, например, забрали даже соль. Просто обычная баночка с солью, сказав то, что сыпучие вещества не должны появляться на стадионе. Не знаю почему. Потом, когда проезжаю КПП, в принципе, уже никаких зон досмотра, кроме проверки билетов, уже нет. То есть мне не нужно стоять в очереди, там, складывать, снимать свои сумки и показывать, что внутри. Хотя на «Спартаке», например, сумки смотрят. Вот в Лужниках такого нету, они осматривают машину, и я проезжаю прямо до стадиона. На стадионе, точнее, рядом со стадионом, это практически самая ближайшая парковка, парковка для людей с инвалидностью, парковочных мест отдать должно очень много. Но и людей на колясках я увидела тоже огромное количество. Для меня это удивительно, потому что обычно в России, в Москве я не так часто встречаю людей на колясках. В принципе, их можно пересчитать по пальцам, и все мы друг друга знаем. Но тут я вижу новые и новые лица, и дедушки, и бабушки, и маленькие дети на инвалидных колясках со своими родителями. Мне кажется, на самом деле, все родственники, которые имеют людей с инвалидностью, они покупают билеты именно на них для того, чтобы пройти на матчи. Ну, потому что, действительно, это такой классный шанс, учитывая то, что билеты для особой категории людей с инвалидностью, они продаются по супернизкой цене. Если не соврать, по-моему, мы на 7 матчей купили 14 билетов. Обошлось нам это примерно в 11 тысяч рублей. 14 билетов на абсолютно разные матчи. Одна восьмая в том числе есть, но на финал, к сожалению, пока купить билеты не удалось. Что касается дальнейшей навигации, я выхожу из машины. Я, если у меня нет своей коляски, могу воспользоваться инвалидным креслом, которое предоставляется прямо около парковки. Потом я продвигаюсь уже непосредственно к своей зоне. У нас была зона С, и это было достаточно далеко, поэтому можно воспользоваться гольфкаром, который без проблем довозит тебя. Ну, как без проблем, сталкиваясь с толпами болельщиков, но это, мне кажется, наоборот, очень здорово и очень заряжает позитивной энергетикой. На гольфкаре мы подъезжаем к специальному входу, который называется hospitality, гостеприимство. То есть это не входы для инвалидов, это входы специальной программы FIFA под названием гостеприимство. Это очень приятно, может быть, на это мало кто обращает внимание, но для меня, как для человека с инвалидностью, это немного поднимает нашу страну, в том числе на совсем другой, более высокий уровень. На этом входе также волонтеры проверяют билеты, по одному запускают. Дальше нас встречает всеми любимый подъемник. Вот, кстати, с подъемником, ну, мне кажется, немного промахнулись, потому что из-за подъемника создается очередь из колясочников. Например, если какие-то форс-мажорные обстоятельства или, не дай бог, что-то случается на стадионе, очень сложно колясочнику дождаться подъемника и выбраться оттуда, а по ступенькам это сделать, к сожалению, невозможно. После того, как проходим подъемник, обычные лифты и обычное, как мне кажется, офисное здание лужников, по которому проезжать на коляске очень легко, ты едешь как будто бы в офисе, и тут ты попадаешь на огромный 80-тысячный стадион. И вот тут действительно перехватывает дыхание. Когда я увидела это впервые, меня прям мурашки по телу. Когда мы попадаем на сам стадион, это большой балкон для людей с разными специальными потребностями. То есть на этом балконе размещаются и колясочники, или если ты, например, сломал ногу и не можешь передвигаться в толпе, то ты тоже можешь занять место там. Потом это люди слабовидящие, и кто использует собаку поводыря. Это люди, имеющие избыточный вес, и для них приспособлены специальные такие широкие кресла и широкие проходы для того, чтобы они не создавали проблем никому, и чтобы им было максимально комфортно. И на самом деле людей на колясках я видела очень много, и я понимаю, что это и датчане, и французы, и много наших соотечественников, и все они пришли поболеть, и они пришли посмотреть на то, как это организовано. И, на мой взгляд, это организовано очень достойно.